В 65-м году был основан винзавод. Вот с этого года у нас первые дистилляты остались, и вот бочка осталась на 65-го года. Эта дубовая бочка – гордость старейшего на Кубани коньячного завода. Выдержка дистиллятов в ней – 51 год. Главный технолог Виктор Дробяско шутит – не надо даже пить, достаточно постоять рядом, чтобы оценить весь букет. Мы дышим, это так называемая доля ангела, это потери, которые улетели через поры дуба, улетели в атмосферу. Люди постоянно не находятся здесь, они приходят открыть кран или опустить шланг в бочку. Ну, за вредность нам положено молоко, ежемесячно дается рабочим молоко. И дополнительно к отпуску три дня. В отпуска сотрудники Новокубанского коньячного завода еще полгода назад уходили вынужденно. На производстве остановился розлив продукции. Из-за долгов невозможно было продлить лицензию. Краснодарский край рисковал потерять ведущий коньячный завод. Спасти его удалось после того, как в ситуацию вмешались региональные власти. Помогли взять кредит. Уже послезавтра линия по розливу коньяка снова заработает, рассказывает губернатору. Сегодня бутылки стоят пустыми. Да, то есть когда они у нас будут полными. Послезавтра, если завтра марка пройдет, вот знак, а послезавтра будут полными. 8 тысяч бутылок в первой партии будет разбито. Новокубанский коньячный завод – это бренд Кубани. Поэтому сегодня он должен работать. Мы сегодня говорим о том, что наши бренды, которые составляли славу Кубани, отчасти сегодня закрываются. Вот и он мог бы закрыться. Но благодаря и вашей позиции, позиции края, все, кто сегодня занимались тем, чтобы этот завод не ушел с карты Кубани, к экономической карты Кубани. То есть вот и есть результат. То есть послезавтра будет акцизная марка и будет снова новокубанский коньяк. В год здесь выпускают миллион бутылок коньяка с выдержкой от 3 до 40 лет. Уже договорились о поставках на Урал и в Сибирь. Легендарные. Еще с советских времен такие марки, как «Большой приз» и «Русь великая», делают по традиционным технологиям. Роль играет даже возраст дуба, из которого сделаны бочки. Смола, ваниль, шоколад – это действительно коньячный, ну, с 81-го года находится в дубовой таре. Возраст здесь дуба – 120 лет, не менее. Вы сегодня говорите о традициях приготовления и изготовления коньяков. Вот важно, чтобы мы их не потеряли. А у нас эти традиции только в одном новокубанском заводе, по большому счету, сегодня присутствуют. Сила традиций новокубанского коньяка и в том, что все производство идет на отечественном сырье и станках. От зарубежных виноматериалов отказались еще 80-х. Сейчас даже виноград выращивают на собственных полях. Потерять такой завод, когда промышленность пытается импортозаместиться, было бы непростительно. Спасибо вам большое за то, что вы помогли сохранить и помочь нам работать дальше. Я вот на самом деле хочу сказать, что это сегодня даже не нужно обсуждать. Это не помог. Я сделал то, что должен был сделать, что власть должна была сделать. Мы должны сегодня сохранить не только работающие предприятия. Мы их должны и приумножить. Сегодня мы сделали только первый шаг на сохранение экономической стабилизации предприятия. А давайте завтра сделаем второй шаг на развитие. Ведь этому заводу еще работать, работать и работать. Он живой завод. Он реально сегодня с такой мощнейшей начинкой и потенциалом, что, конечно, я считаю, что мы сегодня все вместе сделали одно общее дело. Мы сегодня сохранили, коллеги, а не дай богу, пришлось возрождать. Импортозаместиться не сразу, но постепенно получается и в тех отраслях, где была колоссальная зависимость от заграницы. Венимин Кондратьев посетил биофабрику, где производят аналоги немецких, французских и испанских медицинских препаратов. 12 наименований в рамках импортозамещения. Еще 6 ждут лицензию на изготовление. Для потребителя это очень хорошо. В чем хорошо? Что брендовые препараты и наши аналоговые препараты – это 40-50% стоимости бренда. Сегодня соотношение цены и качества в рамках санкционного периода в нашу сторону, потому что, в принципе, качество тоже, а цена ниже. Намного ниже. Для 40-50%. Знаете, санкционный период мы проживем, а важно прожить следующий период. Я уверен в то, что санкции, конечно, снимутся рано или поздно, чтобы мы могли тогда не заместить уже импортные, а выместить. Нам это свои. Выместить. Выместить. Наша задача… Мы даже не за уже на наш внутренний рынок их не пустить. Совершенно правильно. Совершенно правильно. Острая борьба за рынок идет и в аграрном секторе. На коллективном сельхозпредприятии «Хуторок» – старейшем в России после начала политики контрсанкций стали выживать максимум. Импортозамещением занимаются на перспективу. Проекты молочных ферм теперь не покупают за рубежом. Все разрабатывают и строят своими силами. Так, вместо миллиарда рублей новая мегаферма обошлась в 80 миллионов. Естественно, снизится и себестоимость будущего молока. Кроме этого, в хозяйстве занялись собственной селекцией, чтобы не зависеть от зарубежных коров. Селекция – это отечественная, а наша – губанская. Методом полотительного скрещивания уже 10 лет мы осеменяем галшетино-фрисской породы. У нас раньше была красно-степная. Вот, пожалуйста, тоже. Можно покупать, а можно самим. В течение 10 лет селекцию сделать, но сделать можно. А можно 10 лет плакать, что нет селекции, нет отечественной породы. Вот и подходы разные, коллеги, подходы разные. То, что санкции не будут вечными, согласны все – от фермеров до производителей лекарств. В любой отрасли важно сейчас создать базу, которая потом позволит в рыночной борьбе вытеснить зарубежных конкурентов. И возрождение того же коньячного завода – один из таких шагов. Главное – правильно распределить имеющиеся ресурсы. На площадке бывшего спиртзавода губернатор предложил создать промышленный парк. Тем более, что все коммуникации там уже есть. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Новокубанский район.